Нужно там как бы вот не выйти из этого ритма еще, находиться там, потому что, знаете, как на период игры играют, как Лишну Мара играет, ну, играет, так вот, выичь что-нибудь, положит, пошел туда, выичь что-то, пошел туда, нет, ну, нужно войти и не выходить от этого, это служение, а он думает, служение, что-то другое, это, о, увидел, что-то, положил, сразу бросил, побежал, это служение, большое служение, Тонкое служение, а вот если мы научимся держать ритмы, мы учимся другому служению, хорошо, то есть все от киртана у нас исходит, запомните, от киртана, как мы воспеваем, так мы и трудимся, так мы и служим, так мы и все остальное делаем, не по-другому, и вот, глава называется «Наказание» и «Помилование калия», 17-е, ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ 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 ОМ НАМО БАГАВАЯ 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 вслед за тем Гамиттунам корову и быка Раджа царь Ханьяманам избивал Анатхават как будто лишившегося хозяина Дандахастам с дубинкой в руке Ча и Вришалам Нискорожденный Шудра Дадрише увидел Нрипа царем Ланчанам Одетого Сутагасвами сказал достигнув того места Махараджа Парикшит увидел, что Шудра низкой касты одетый как царь бьет корову и быка дубинкой как будто у них нет хозяина коровы и быка описываются как одно как семья слово сансквитское насколько я понимаю не просто корова и быка они как семья ну как муж и жена например то он их вместе сбивает такая вот картина то есть у коров есть свои отношения есть свои отношения и когда люди забывают об этих отношениях остаются жестокими жестокий человек удивляется что оказывается у животных есть чувства когда им напоминают об этом или он начинает видеть вдруг пугается причиняет насилие оказывается у них есть чувства они тоже что-то понимают и он испытывает страх но если человек не видит этих отношений становится жестоким то есть отношения очень важны самое важное как в концлагерях людей разделяли кто умеет это может трудиться кто уже не может трудиться их неважно ребенок это или мать это муж или жена или друзья никто на это не смотрел это как на бойне то же самое просто разделяли жестоко холодно и отправлять куда хотели здесь та же самая картина описывается то есть здесь отношения мы видим что если теленка отнимают у коровы она плачет и также между ними отношения мы поражались когда наблюдали за коровами просто наблюдали просто смотрели и вдруг начинали понимать их отношения рука не поднимется если вы видите невозможно быть жестоким если вы видите также человек он к счетку более как бы отношения высокое потому что тут мы понимаем какие-то отношения только по этой причине но есть люди которые тоже не понимают этих отношений и становятся жестокими это это шудры шудры причем в чем как бы проблема шудры в том что он не имеет таких глубоких чувств но он видит что делают вышестоящие и подражает например кшатри он геррически сражается и шудры не понимают эти отношения и начинают сражаться со всем без повода без всякого повода он малейший какие-то пустяка но кшатри не сражается по пустякам кшатри есть основания дхарма существует но шудры не видит дхарма просто подражает как быть героем вот он такой смелый может выйти и ударить кого-то скажем вот и я также могу сейчас пойти ударить кого-то на улице и стану героем не знаю они ни отношений не понимают дхармы ничего поэтому шудрам власть не дают по этой причине что они разрушат общество таким образом то есть они не эксперты в отношениях но они могут понять вот как о них заботятся они отвечают на заботу очень как бы искренне то есть они такую природу имеют поэтому они должны служить вышестоящим классом говорится но сейчас смешалось нет вышестоящего класса по сути дела по качеству его нет только формально существует по качествам такие же журы вот поэтому они все люди лишаются этих чувств отношений и наша с вами сложность восприятия шастер почему трудно читать иногда бхага вадхи то ли прочее что мы не можем прочувствовать отношения между гришна и арджуны не можем прочувствовать и кажется неинтересно по этой причине это мы еще не вышли из этого состояния невежества еще постепенно выходим бхага вадхи там все есть расы вся необходимая раса ее понимать сейчас как философия просто ничего подобного философия это лишь повод для общения между джунг и кришной там глубокая раса там глубокие отношения духовные трансцендентные отношения вот но прежде чем человек поймет эти отношения он должен как бы наблюдать изучать то есть внимание уделить этому моменту чтобы в конце концов почувствовать увидеть протяг шавагам дхармян то есть почувствовать непосредственно ощутить о чем там пишется поэтому люди любят махабхарату векалии что это можно почувствовать собственно комментарий был создан на веды чтобы люди могли почувствовать эту культуру не просто прочитать вот вот варны есть ашрамы если мы не почувствуем эти отношения мы создадим кастовую систему плохую испортим все итак здесь шудра низкой касты надеты как царь бьет коровы быка дубинкой как будто у них нет хозяина как будто говорит основной признак века калия состоит в том что шудры низкой касты то есть люди у которых нет ни браманической культуры и ни духовного посвящения будут рядиться в одежды правителей царей и а главным занятием таких правителей не является не являющимися кшатрами станет убийство невинных животных особенно коров и быков лишившихся защиты своих хозяев истинных вальшив представителей торгового сословия вот вопрос почему вальши настоящий вальши торговец он понимает как выгодно делать вещи и с точки зрения выгоды коровы бык много мяса выгодно затрат мало потому что они просто траву едят то есть земля выпас все и ты наращиваешь мясо продаешь отличная прибыль ответьте почему настоящий вальши на это никогда не пойдет не за что настоящий вальши он может не знать каких-то больших последствий вальши может не понимать кшатый знает брама знает последствия что он выгодно а что тут такого ну вообще может чувствовать да с одной стороны но у него также есть разум просто разум почему это неразумно сейчас не про чувство ну жалко корову там нет ну там быка даже не про это сентиментально нет выяснили мясо считаю что выгоднее поэкономически финансово иначе мы этого не делали ну корова удобряет ему поля коровы вспахивает поля они другую полезную деятельность тоже делают дело в том что если не защищать корову развалится все сельское хозяйство не будет даже вдохновения этим заниматься ваши потеряет себя свою работу потеряет корову потеряет работу что это отношение это атмосфера в которой ваши работают да и так же коровы дают удобрения полям но главное отношение вот это атмосфера потому что сейчас ваши тоже как рассуждают современные но нет удобрения король навоза есть на молоке сколько заработаешь сколько-то на дает много потом не дают молока ну так вот у нас все очень рационально пока дает молоко выгодно не дает новой все выгодно до косточек и косточки еще перемалываются куда все 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 рационально очень тоже ваще делают но почему настоящий ваще на это не пойдет никогда все-таки есть преемственность его дети дети детей это тоже не как бы не 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 будь таким фактором твердым выгода все равно возьмем свою только одна причина почему не пойдет на это он сознает кришну своей деятельности вот это поэтому если пока чуть не создают кришну это невозможно удержать все равно кому-то это в голову идея придет пропад так и говорит смотрит на коробку понимает он столько мяса нам это туда смотрим все глупцы знаете какие деньги есть просто траву и столько мяса приносит золото все это ослепляет золото века ли ослепляет золото начинается насилие и так хозяину коровы быка настоящий ваще ваще говорите что назначение ваще заниматься земледелием охраной коров торговли век кали опустившиеся ваще торговые люди занимаются паспаса поставка кров на бойни кшатри призваны защищать жителей страны а ваще защищать коров и быков использовать их для производства зерна и молока назначение коровы давать молоко а быка помогать выращивать злаки но век кали люди класса шудр занимают правительственные посты о коров и быков наших матерей и отцов лишенных защиты ващих поставляют на бойню организованные представителями правителями шудрами но вот это достигло уже кульминации потому что это организованно убийство просто какое-то убийство таргане хорошо организованное насилие это самый самый чудовищный акт невежества который может быть это вот то что сейчас уже свершается повседневно то к чему уже все привыкли даже не обращаем это внимание вот но на это нужно обращать внимание об этом тоже нужно думать давали шам ринала давалам махантам ива бипятам и по аманам вода и кенам садан там шудра дали там бык белый как белый лотос бык был белым как белый лотос шудра избивавший его вселял него ужас и бы вы был так напуган что стоял на одной ноге дрожа и спуская мочу следующий признак века кали в том что безупречно чистые подобные белому лотосу принципы религии подвергнутся нападкам шудр некультурных людей этого века и не могут быть потомками раманов или кшадриев но века ли из-за недостатка образования и юридической культуры такие люди подобны шудрам станут попирать и религиозные принципы и мучить религиозных людей они провозгласят что сами не придерживаются никаких религиозных принципов и множество измов и культов появится только для того чтобы убить безупречно чистого быка религии государство будет провозглашено светским то есть не основанным ни на каких определенных религиозных принципах в результате все станут безразличны к ним люди будут поступать как ним заблагорассудится без почтения к саду шастрам и гуру то чтобы их стоит на одной ноге указывает на постепенное исчезновение религиозных принципов но даже частичное соблюдение этих принципов будет сопряжено с таким количеством препятствий что будет казаться что они шатаются и могут рухнуть в любой момент вкратце очень точно описывает как обстоятельства времени сегодняшние но когда мы видим такие обстоятельства у нас сразу возникает вопрос что делать но другого пути кроме как успевать с этими на невозможно никаким другим путем что-то изменить но и тем не менее знаем что есть люди которые борются за чистоту вот мирские люди посещают даже своей жизни мне прислали книгу о трезвенниках известных трезвенниках мира в обществе трезвости она существовала еще в советские времена но она была неизвестна и они ничего не слышали такой маленький общество среди пьяных гигантов знаете такой маленький такой карлик такой чистенький вышел такой говорит давайте не будем пить водку нет даже никто и вильма не прощался до сих пор они пытаются там какие-то собрания советы на влияние силы влияния не достаточно может быть чего-то немножечко частный порядке добиваются но это не мировое движение также есть люди которые борются за справедливость тоже чуть-чуть так голос поднимают то никто него не обращает пусть борется такие маленькие маленькие пусть борется нога и мешается чуть-чуть но чтобы не забывали да правильно говорить даже не дадим за это мы все будем жить как прежде потому что жизнь такова вы немножко сентиментальные хорошие сентиментальные люди выбер так не измените мы знаем во всех областях есть как бы люди стремятся что-то улучшить на самом деле просто не знают как это не так выглядит смешно сейчас серьезно воспринимают вот это века ли поэтому снег это просто что же делать века ли чеку дадут ленту вегетарианстве покажут в кадре обойне и он испугается расплачется даже потом выйдет и через два дня все забудет вот это фокус ничего себе вроде бы все ясно было но через два дня забывается все забывается очень слабая память также это касается семейных отношений люди быстро забывают друг друга отчуждают очень быстро друг у друга привычкой живут реальности живут на нелюбовью поэтому мудрецы миша не спрашивает так что же делать суток а с вами мы к тебе обращаемся ты слышал шукадеву он что-то все неблагоприятное что за что не возьмись за любую хорошую вещь не получается здесь так и говорится бык на одной ноге шатается и вот-вот рухнет вот вы это на этом баке нужно пахать землю понимаете а как и спашешь нет нужны трактора нужна техника нужны химикаты нужны люди проплачиваем и которые вы должны эксплуатировать за какие-то деньги или обещаниями или политиками силами аппаратами то есть нужно вот такая структура управления жуткая сверхъестественная слишком на громоздкий аппарат с управлением очень тяжело и при этом каждый человек под этим управлением недоволен и ждет когда будет лучше пока есть терпение нетерпения люди бунтуют века ли все так или иначе бунтуют вот это все светские общества сделали людей без различными к принципам религии и принципы религии опять же нужно вернуться к этому напомнить что такое принципы религию это личностные отношения это все религия личностные отношения это дается бахвата милосердие это личностные отношения чистота это личностные отношения мы не позволяем себе вы будет не чистым в обществе людей это отношения аскетизм это личностные отношения не брать себе больше чем необходимо и правдивость это все личностные отношения вот и вся религия и заменили эти личностные отношения персональным романом на кто будет прощать браман персонал машина что-то безличное простит а кто будет говорить правду без личный браман невозможно ну что очень очень разные обстоятельства каждая личность нужна каждому очень личностный подход как же браман роман гитра ставь и все и кто ты так отца неизвестно а теперь ощущение идет просто оставь свои привязанности отрекись а теперь еще речи не идет никакой нет речи ты не знаешь что ты пред но поскольку ты остался бы чувствуешь некую свободу какое-то время некий успех такой духовный как сознание кришна приходим и чувствуем некую свободу принципы прасад киртанами чувство какое-то сразу чувство облегчения а потом труднее почему нужно освоить личностные отношения вот так этому нас не приучили либо командовать его подчиняться нас учили бушника либо командовать либо подчиняться либо командовать либо подчиняться все других отношений нет вот это гуманная педагогика пытается объяснять сейчас либо вы наказываете либо поощряете это все что можете делать любой структуры не отличностные отношения и кто-то к это любви к человеку любви к природе но как скромно швили засахаренный авторитаризм все все еще тот же самый дух господства при этом очень тонкая тема и без бога без вот этих паскетизма милостердия чистоты и правдивости мы не сможем восстановить ноги религии эти качества описываются здесь же в этой главе они описываются любите главах это признак века калия хотя корова приносит пользу следующий текст потому что может дать основы религии и и сделали несчастной и лишили теленка шудра бил ее по ногам в глазах у нее стояли слезы она была измучена слабо и очень хотела поесть хоть немного травы в поле не знаю что помните но какое-то время советском союзе это было звалось без хозяйственности словом затем страшные события происходили сейчас трудно рассказать но так контексту просто корова гибли в коровниках судим от голода и холода сетки без хозяйственных нет хозяев но коммунисты кто тут хозяин колхоз на под первым показывали целые заброшенные поселения и старик вышел и говорит вот здесь были поля если высаживать были стада коров на 2 коровники и все глаза поверить ничего нет чего нет а где все это просто пробить погибли без хозяйственность но сами подумайте с иисус работал очень хорошо и при этом все развали как без хозяйственных наказан снимали какие-то там руководителей под билеты отбирали то что такое было какой-то курюшки без хозяйственных потому что нет хозяина кто хозяин неизвестно народ а народ означает он все это растаскивает просто все народу нас был завод там на владивостоке мы жили далеко от этого завода и многие там работали нам рассказали про этот завод полувоенный полустекреченный и это было целое движение несунов несуны потом назвали несуны потому что надо этого никак не называли что все что-то нанесли заводов с работы как шутил живоневский что охраняет что имеешь где работаешь на типичном заводе у тебя дома с кирпича будем построить ну и так далее вы нас просто выносили все но народное же все сознание такое было когда стали с этим бороться люди думали а в чем проблема вообще почему в чем нас обвиняете мы же народ и там прям уже поставили видеокамеру на проходной в завод уже людей хватали за руки что у вас сумки но они несут уже всю жизнь чуду оттуда стали проверять на вот в этом украли нет а что просто взял и все я не украл народный же все ну как мы коммунизм мы что-то работает это вот такие предпринимые представления в результате разваливаются разруха ничего разруха слова такую разруха это как знаете как время время года наступает слова разруха время года наступил такое время года такой неблагоприят это пройдет разруха означает что вы все растаскиваете ломаете плохо делаете хорошо с этим стали бороться наказывать потом другая проблема все что делает советский союз дерьмового качества выясняется дерьмового качества стали знака что придумали давайте все качестве вот пороли светильными мельницами не знали как все это за интересовать людей вот и все хорошо с ответственностью как это все делает так не могли не могли поднять страну хотя рабочий класс работал как сумасшедший как сумасшедший сощился и пробивал все так же одновременно вот это колею много иллюстрации пока люди интересны что же такое сайте юга сады юга сады все улыбаются обнимаются с коровами друг с другом обнимаются так нет дхарма никто не обнимается ни с кем все следует дхарме никаких сантиментов вся жизнь и на внешнем уровне на внутреннем уровне они занимаются медитации не нужны эти обнимки я не критику обнимки нет хотите обнимать хотите но не в этом дело я хочу сказать дело в дхарме все карма должна нас обнять эти крепкие объятия тхарма нужно почувствовать если мы на самом деле отвечаем объятия тхарма мы следуем за этот и как бы это надо дает нам защиту удовлетворения стоять настоящий настоящий не сентиментальный настоящее правильность и качественно выполнив свой долг осознанно атак разруха безхозяйственно сюда не посмотри иногда какие храмы или ашами разруха и безхозяйственность и все низкого качества что преданное как так лучше надежь сознание кришна если мы что-то делаем делаем хорошего качества кришне предлагали и так далее но начиналось это не кришне на с того что преданные понимали то как отшельничество как отречение полное они уезжали куджиновой жили то в таких сарайчиках может быть даже до сих пор этот сарайчик сохранился и даже до недавнего времени кто-то там еще и жили старых это поколение прям сарайчики и они купили дома дома купили едем смотреть дома ну сарайчики ну это не дом ну как был это был дом конечно узнается что это дом но там нет дверей допустим вообще можете зайти и выйти оттуда там ничего нет это какое-то было и жилье не покупали за ну при этом и жили прямо в таких условиях но добре там мантру повторять будем что еще на земле что-то выращивать кукурузу на кукурузе что можно прожить все ну так мыслили нам позже уже дали понять позже через много лет дали понять что у вас на обед должны быть два вида сам же два вида шик такой до каждый день 4 до пир много лет когда мы жили вашим а раньше только было значит рацион был такой значит кичри утром рис дал днем все чипать и максимум не овощи не фрукты и преднаголу два-три потом промочали ко мне приходит я не могу что не могу что-то не может молчит стыдно говорить мне трудно ну что эти тут мантру повторяешь патри принципе соблюдаю в чем проблема вообще не распространяешь нас будет было бы часто не могу что понимать не мантру повторяй все будет хорошо все едет нам не время было все что происходит все одним как мы шаг за шагом нужно это осваивать но вслепую просто даже простые вот эти элементарные вещи быта отношений то что мы делаем руками это что говорим языком или но простые вещи это всего нужно было учиться ведь какой-то пример перед собой пропадал там пришел как бачар да вот этот пример лично у нас не было это может быть такой возможности общаться с опытными преданными в то время поэтому конечно было много таких странных вещей еще через год он привыкли все больше ногу рис дал издал птича ритал дал я с ума схожу уже с ума схожу все посвящались хорошо давайте еще гречку утром это было очень большое разнообразие что уже можно есть и гречку рис дал это еще хорошо переловка только перелов это сангирта нажима так на берегов аскезы все любили аскезы на вас кезонские за контроль чувств контроль чувств и потом начались сложности такие вот чисто эмоционального характера то пищи не нравится капризы и все это как майя или это непреданные надо настоящих преданное что они не могут терпеть аскезу вот и потом когда уже именно духовно написал письмо узнав о нашей диете он написал письмо слова вот прям сам расписал какая диета должна быть утром днем вечером и всякий раз когда кто-либо приходит в храм неважно кто приходит в храм или центр там должны быть саджи и пури для для любого столько сколько необходимо для любого человека и к нам этом последовали мы увидели что конечно ситуация сильно изменилась очень обычно вкус чувства начали работать что аскеза она отнимает вкус и вот такая суровая аскеза и это нужно привязана скажем чутки наслаждениям то для начала хорошо когда схезу там и к даже полностью на сухую привыкли какой-то аскезе а потом можно именно жить вкусом просада и корова в этом играет огромное значение потому что масло творог молоко в пивке йогурты сметаны все необходимые множество тонких вкусов важно крови репешки сыр вы забыли как мы забыли просто несите список должен быть топлива на топливо газ метан дает крови на вас много достаточно вот выход из положения когда газ кончится этот природный подземный газ все равно выходит должны знать где его взять когда много коров не будет недостатка в газе никого и так без на положение коров описывается здесь обязанность каждого домохозяина последователя санатана дхармы и леведических принципов содержать в домашнем хозяйстве коров и быков и не только ради получения молока но и во имя соблюдения принципов религии последователи санатана дхармы в соответствии с принципами религии поклоняются коровам и почитают браманов молоко коровы необходимо для жертвенного огня совершая жертвоприношения домохозяин может стать счастливым теренок не только радует глаз но и доставляет такое удовольствие корове что она дает молоко столько сколько может но в коре вы телят разлучают с коровами как можно раньше преследуя цели о которых не стоит даже упоминать на страницах шиман бхагаватам корова стоит со слезами на глазах шудра дойр выдаивает и искусственным методами а когда молоко кончается и отправляют на бойню такие греховные действия причины всех несчастий в современном обществе вот неправильное обращение с корой можно навести проклятие на всю страну эти тонкие причины люди сейчас не осознают вообще-то о чем речи люди не ведут что творят во имя экономического развития под влиянием калия не будут оставаться во тьме невежества вместо того чтобы стараться установить мир и достичь процветания они должны сделать счастливыми всех коров быков глупые люди не понимают как можно заслужить счастье сделав счастливыми коров быков но это закон природы в этом стоит положиться на авторитет шиман бхагаватам усвоив эти правила ради всеобщего счастья и нисколько внимания уделяется на священных книгах этой теме люди сейчас на это не обращают внимания не понимают пустые какие-то слова сентименты закон природы защиты коров и быков ну у нас есть ферма из коров быки мы стараемся защищать как можно нелегкое дело не хватает земли там корма в тех обстоятельствах которые сейчас они находятся но приятные как-то уже чувствуют это помогать начинают заботиться не идеально для них там условия конечно же сейчас что нет пастбищ достаточно но мы делаем то что возможно сейчас нашумевшая история вы помните когда предыдущий одну корову не наш корову там кто-то стадо отдают же коров пастух пас пастухи когда вы защитались пастбище это корова она на обочине дороге сошла и там крутой был какой-то спуск она там сломала ногу заднюю чужая корова пастухи испугались ответственность нужно отдавать деньги либо корову вообще теперь хозяин они там же решили убить продать мясо и вернуть деньги хозяев это поделиться и тут преданные идут по этой дороге спали с поля фермерские преданные и они видят там эти два человека с ножами около коровы что собираетесь делать но они объяснили что она сломала ногу она жить не будет поэтому чтобы рассчитаться с хозяевами мы убьем продадим мясо и деньги как-то нас выручат привет мы купим вас коровы только не бываете при этом не было перед у коровы купили корову и пастухи с таким уважением к этому неслись сильно очень как-то почувствовали это через преданных отношений корове это мы привели привезли как-то в коровник поставили на ноги на ноги при привязали такую шину металлическую уголок ноге прикрутили вот она на не стоит как может но это внимание с рук кормят а что-то вкусненько и приносит гладить не общаюсь гирляд не вешают еще корова там как оденствует нога заживает слух разнесся по всей телекции дошел до алматы приехала телевидение да вот такая историю одну корову защитили только и какой был резонанс смотрите агация люди умеют чувствовать понимать что вот этот пример очень важно сейчас такой в омске происходит где они защищают коров сразу отклик люди начинают откликаться помогать как бы общаться доверять этот мир сближает сильно людей как выясняется корова забота коровы и через не приезжает и снимает ее на то всех гирляндах снимают отрию не беру на место в коровнике лучше все для нее внимание но все уже нога зажила уже пришло уже по передач сделали по всем мать и уже прославили все узнали об этом но все она уже ходит так но тем не менее может ходить операции уже колечен стены искалечены было насильно отличалась от других от нее не было ни молока никакого толку но просто вот чувство отношений был и все уже прошло как бы это слабое проход стало проходить эти люди снова звонит преданным что-то давать еще снимка передачи люди ждут письма забросали передачу вообще телевидение где что с этой группы дальше ее судьба вообще вся алмата интересуется что с коровой что скорую но приедь давать что с ними так что снимать ведь все то же самое ну отходит уже там это пастбище как-то бросился давайте придумаем сюжет какой-то можете вима сделаем и давать постарет жениха выйдет замуж продолжим сериал это люди ждут понимаете такая история была интересна шанти была данной гаминда чандра видите как вот кто-то так болел за коров и вот так вот кришна откликнулся то что мы должны делать люди почувствуют нашу наше сознание кришна лучше через защиту коров через вот такие вот книги удивительно когда мы объясняем людям даем объясняем смысл и в других сферах жизни тоже мы можем как бы помогать создать такую атмосферу сознание кришна что какие будут вопросы на существовать без помощи человек они всегда идут параллельно что естественном условии если бы она была бы не под защита человека то она в принципе не выжила да как дети тоже например если есть дети значит должны от родителей где мы уже не улицам сразу погибнется так трудоустроилась что родители не смогут бросить ребенка невозможно чувство родительские чувства кришна проявляется и вы не можете готовить ребенка чужого чего не можете бросить невозможно даже чужие люди с чужими детьми случаются такие трагедии как подбрасывать детей все подбросили не можешь не подадить ребенка берешь себе его также корову если у вас есть чувство у меня смешная история была дома смотрю книжка большим буквами написано созданный друг для друга корову человек за так и есть синтетические отношения зависит друг от друга еще Кинчина рассказывала что он очень любит коров поэтому изучает все время что раньше коровы существовали не ради молока а самое главное были быки они были как гоночные машины то есть царь или царевич все все и весь интерес был в том что вот они поддерживали породы они не смешивали породы они держали чистую массу и там были просто супер мощные быстрые быки на которых они ездили то есть они использовали а коровы были просто сами собой естественно были коровы было и молоко но у быков было вот сейчас очень ценится крутая машина также были крутые быки и также масть людей поддерживает породу не смешивали да это были правильные браки и вот это искусство люди знали как поддерживать породу человеческую тоже и породу коров и быков да там я думаю я думаю что мы мы подробно узнали об этой культуре мы были просто шокированы поражены насколько то развита культура какие бывают быки допустим надо же волк такой не приходила но верю мая кури какие быки вот есть быки вот как ты говоришь скоростные они бегут не хуже лошадей и и сильно да есть тяга вы быки есть также лошади тяжеловозы есть как умные то есть все люди в этом очень хорошо разбирались выводили эта культура была потрясающей конечно деревья зерно тоже знали как делать чтобы все это богатым люди жили в богатстве ваще великом богатстве они на праздник обливали с молоком йогуртом маслом топленым с ног до головы вот сейчас такой опыт на фермах при этом хотят смешивать западных коров с индийской породы и первые два поколения это очень нервные коровы порода очищается только на третье поколение поэтому смешивать вот эти вот бадучие такие нервные коровы потому что их всех смешивают если породу держать это очень сдержанные выдержанные эти мы все забыли как это все делается просто коровы держим и все пусть они там сами как-то разбираются да у нас на вашими у нас прибыла на одну душу искреннюю вот у нас появился пес как узлы как не назвали еще собак да на кончат привлек одну душу в сознание кришны сейчас он в котельной в своем машине находится уже с ней познакомились это такой крупный большой щенок вырасти то такая вот собака огромная и добрая добрый большой добрый охранник не знала что украли где-то рекламирует но это конечно что делать опять кришна с кришны ничего не сделаешь собака сама пришла ну хороший пес качество добродетели все у него ярко выражены порода крупная а вот мы в этом году были в безгодном у Балараджа когда вот этот бык Виджай которого вы в 2008 году спасли он он играл с горы с ванной но упал ему на ноги и он не ходячий был вообще просто лежал и не знали что с ним делать приезжали в ветеринар и говорили что его можно убить ну чтобы мучиться животное и у Балараджа правда рассказывала что вы приехали положили ему руку вот сюда на нос что-то ему сказали отошли в сторону и через 15 минут он встал и вот этот бык до сих пор там стоит он такой большой очень большой такой могущественный спокойный умиротворенный но Баларадж сказал что под руком проползти то вся негативная карма духи и долгое тело очищаются если удастся проползти под руку вам удалось да он удивительно у него очень-очень много коров отдельно у него телята живут они маленькие то есть ты приходишь они тебя внимание обращают потому что ты без молока а вот уже больших коров они как-то умиротворения очень много от них там столько счастья мы прошли у него там очень много земли тут у него такие деревья растут там у него такие деревья вот здесь такой сад они на вашу Виасапуджу в этом году посадили или на прошлых 60 каких-то деревьев и он нам каждое дерево показывал но такой счастливый там и коровы там счастливые там был маленький теленочек черненький и он не разрешил покормить его молоком я спросила можно его имя дать он разрешил я бы читание вызвала ну вот калий держит людей в городах они очень боятся оставить город потому что на земле очень плохие условия жизни сейчас не создаются хорошие условия жизни и к сельская жизнь но как бы такая кассе примитивная жизнь людей то что-то от нее осталось общаться сельской жизни грязное примитивное существование жалко как там аул какая-то деревня захолустная вот такая вот жуткая с колодцами нужно таскать рубить дрова там где все пьяные такие грязные люди ходят вот во что превратилось все это а город понимаете площади дороги машины огни кругом магазины супермаркеты общаться целой вселенной построили для торговли я торгую чем что в конце концов на земле выращивать нужно продукта откуда идет не из маркетов это эксплуатация мощно и к и держит людей вот за эти вот блестящие штучки городские и человек проживает там 50-60 лет и только начинает догадываться что лучше в городе не жить очень медленно доходит что все-таки нужно жить так как предписано шастом и ко мне пришли помню преданные вот которые спросили как насчет фермы там коров стоит этим заниматься и и тогда им сказал в то время что если вы готовы посвятить свою жизнь 15-20 лет земле коров беритесь если вы не готовы не беритесь они взялись дело пошло то что они решили посвятить и дело пошло но наше время люди просто экспериментируют попробую то попробуй все ничему жить не посвящают ведь ничего не получается посвящение означает также преданность долгу если посвящаем жизнь коров нужно все знать о коровах нужно жить с ними нужно видеть их нужно заботиться о них нужно изучать их землю серьезно к этому относиться и вы увидите что чудеса происходит в том что у каждого такого человека на земле свое индивидуальный подход земле свои отношения неповторимы вообще нет вот этого знаете вот стандартизации где вот нужно пахать это время уже в это время химикаты всем одинаковые земля все дельно все разные люди разные земля разная на отношения разные на каждом участке измерила через огород по разному все растет у хозяев это отношение до того зависит от того как мы как мы с каким сердцем принимаем это служение служение кришне это очень серьезно исполнение своих долгой обязанности это собственно первый первый шаг тхарма цивилизации человеческой повторяем мантру чтобы это осознать а не чтобы это получить плоды чтобы осознать свою тхарму для этого повторяем мантру я не буду повторять мантру деньги придут нет ты сначала становишься тхарму и будешь помнить свои обязанности а деньги придут сами по себе ты думаешь раз наоборот телегу впереди лошади ставишь так не поедет телега твоей жизни никуда не поэтому можно поставить вперед телегу сзади главная тхарма впереди дхарма санатана дхарма и осознание своих обязанностей остальное как телега все при как прикладывается к этому выстраивается поэтому как бы хорошая тенденция что преданная сейчас серьезно стали относиться к земле и хорошие примеры появились но также быть будьте осторожны чтобы не было к этому не серьезного отношения здесь рискованная вещь уже это как брак если вступать обратно что серьезные отношения начать сельбой проблем очень серьезный подготовка нужно это просто так под впечатлением чувства дай-ка заведу коров землю сейчас тоже начну что-то погодите 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 вы должны развить свое сознание чувство долга как это вам было рада пусть умеет он очень кармичный человек мой мощный человек просто но столько лет совершает такие трудные вещи на земле и поговорите с ним он улыбается постоянно счастлив мне вообще трудности ничего не говорю что он любит все это живет этим у него столько вдохновение коровы и земля дает столько это целая новая у него авторитет там среди людей потому что коров не убивают так не приезжают снимают фильмы в этом месте и так далее у него много отношений результате почему только по одной причине посмотрите все люди кто что-то добился в прошлом дальше дематериалистов они посвящали этому жизнь иначе невозможно добиться ничего нужно выбирать себе служение но посвятить этому жизнь тогда мы сможем быть квалифицированными и дать какой-то пример эксперимента допустим я больше не хочу у нас были какие-то эксперименты пробуем никуда не деться до никуда не деться было пришлось идти через это но мне больше не нравится эксперименты с людьми если мы хотим что-то делать нужно знать что мы делаем изучай все коровы значит нужно изучать коровы земля хорошо чтобы мы не взялись нужно изучать внимательный серьезно основательно во всех деталях досконально нужно знать если мы что-то делаем вот на такой уровень должны поднять наши движения пока еще любительский уровень преобладает многих местах ну для кришны сокрыш вылезли с юрин тоже хорошо для кришна смыть по-другому не можем это все принимается формы из формы в общем си так еще что то поэтому в этой теме есть материальный пример и наших как сказать современный швейцария у них национальное животное корова и раньше они их не убивали они им главное было сыр они в основном сыр кушали и он долго переваривается и у фермеров сила была вот и до сих пор хотя сейчас уже нарушает этот принцип нет сознание конечно потом нарушают принцип постепенно все даже развитой страны не будут падать и мы с этим не в комно скала случай громко ослежаем что они пришлось кастрировать потому что он нельзя было здоровье и когда ветеринары сделали операцию мы ушли и приходил себя первых когда он увидел он была радже из того времени у бка обида появилась на него что он подумал что-то он ему причиню И он рассказал, что Мока много раз брал его, выходил с ним в поле и разговаривал, восстанавливал с быком отношения. Он брыкался, сопротивлялся, но в итоге, спустя какое-то время они помирились. То есть бык, он сказал, что он очень чувствительный, что это кольцо, когда им вставляют в нос, у них порог боли вообще, он очень больно. Вот из-за такой операции он тоже больше боли испытал. Ну, то видите, нужно все устраивать потом эти отношения с животными. У меня была собака когда-то, я учился в школе, я тоже с ней вынужден устроить отношения, потому что вы начинаете понимать, она у вас тоже может обижаться на что-то. Я даже что-то неправильно делал по отношению к ней, мне было стыдно. Но это отношения. Отношения живут с существами, поэтому Бог нам дает эту возможность строить отношения. А люди хотят машины, роботов, технику. Не хотят отношения. Как щенка назовем? Щенка, как назовем? На предлагательного. Посмотрите его сначала. Да, да, смотрю. Там еще Грумарашев показал бык на быков, они их только привезли из бойни, они такие большие, они спасли их. И он говорит, они такие довольны, когда они улыбаются. Как бык улыбается вообще. И он такой показывает, ну-ка давай, подходит к нему. Чешство за шею, давай, давай. И он, знаете, делает так. И все просто там в экстазе, он так вот губу поднимает, и все понимают, что он просто ходит. Такая эмоция. Я ни разу не видел, что быки улыбаются. Как собаке улыбаться, я знаю. Я это изучал. Я собаку изучал все время. Немножко. У меня была книга по воспитанию собак. Как их трясировать, как назвать по имени нам, как команды, чтобы они усваивали. И там их эмоции также описывались, чтобы понимать эмоцию собаки. Выражение на морде меняется у меня тоже. Я разбирался уже, как оно улыбается и прочее. Мы понимали друг друга. Ну что вчера, как прошла программа? Вчера было где-то около ста человек. Из них двадцать, нет, двадцать пять, наверное, совершенно новых людей. Вообще, чтобы не судиться. То есть вообще они не в курсе, как они пришли к рекламе. Было где-то двадцать или пятнадцать, ну совсем начинающих предминок, которые еще даже не определились. Остальные были предминами. Ну и в общей сложности мы распространили восемьдесят две книги про упадок. И еще там со стенда распространили, но не знаю сколько там, ну точно. Программа прошла хорошо. То есть, конечно, Найка там выдала в конце, рассказала, как она в тринадцать лет. И распространили книгу. Очень интересно так. Может быть, нам предложить было больше усилий в репаре, но время было не так. Ну, программа хорошая, хорошо прошла. Засняли? Есть? Ну, мы там сделали как бы репортаж такой. Его смонтируют сейчас. То есть преданы там сделали очень красивую презентацию книг Шива Павпада. Это вообще такое искусство проявили. Это я вам потом покажу фотографию. То есть это, я подумал, ну… То есть это нужно людям просто увидеть даже, как можно так книги представить. Они привезли необычные чемоданы, куча ткани, так драпировали, подсветку сделали, музыку поставили. И все это было просто, ну, как произведение искусства, люди фотографировались. Это очень здорово. Успешно, правильно. Ну, и мы все купили, то, что мы вложили. Зал купился? Да, да. Зал на сколько там человек? Зал там где-то, если без здорового этажа, где-то 300 человек. А у нас было 100? А у нас было 100, да. Ну, где-то со всеми. Он и со всеми, когда-то. Марк там проповедовал всё это. Он в холле каравалил книги и проповедовал там всю дорогу. Ты прям заходишь, и там Марк. Там весь холл. И люди поговорят книги, да? Да, да. Да, да. Это было, еще раз, действительно очень красиво. Вот оно настолько красиво, что я сожалел. Вы знаете, наверное, это вот мышление, в общем, сознание Кришны иногда покидает. И ты узко мыслишь. То есть я боялся распространять этот пост по всем сетям. То есть приглашать всех активно. То есть, чтобы вся Алмата, говоря, знала про это событие. Потому что я переживал за какие-то комментарии, что там могут быть, ну, комментарии, что это, как, ну, то какое-то. И вот это выпусковство привело к тому, что, ну, как бы, что было всего, ну, достаточно мало 100 человек. Ну, по мне так это, увидев, как все было красиво подано, хотелось просто, ну, после этого звать и звать. То есть сейчас, если, конечно, вот так же будет проходить программу, очень красиво было подано там. Да, там Камал Найдис, команда, они там просто неделю медитировали там, как они нарисовали эскизы. Они подготовили все. Олег, кстати, Борецкий, он замечательную дал. Ну, вначале я пару слов сказал, а потом он. И он очень так настроился, тоже так, он очень серьезно такой, как-то с таким уважением порубали к нашему движению, так сказал. Ну, как преданно, то есть настройка замечательная дал. Борецкий выступал хорошо. Да, да. И в конце был, фильм уже закончился практически, и весь начал петь Хари Кришна. Хорошо, что, Бабханаки, да. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова